Привет всем! Друзья, сегодня у нас такая легкая посылочка. Бюджетная, можно сказать. Ну и давайте вскроем ее, посмотрим, что там в середине. Вот такой, друзья, термометр. Для измерения температуры, скажем так, вина, воды, там, какой-то еды и тому подобное. Вот такой вот, друзья, бытовой термометр щуп. Очень полезная вещь, друзья, вот когда вот нужно приготовить правильно бюджетекс, например, да, измерить температуру в середине мяса до готовности. Ну и там вино и так далее, и тому подобное, и тому подобное. То есть, вещь очень-таки полезная. И давайте посмотрим, что у нас на упаковке. Ну вот, видно, да, надеюсь, вам видно. Температура от минус 50 до плюс 300. Отклонение 0,1 градус. Питание у нас 1,5-вольтовая батарейка LR44. Автоотключение. Автоотключение 45 минут после операции. Ну, если я не ошибаюсь. Ну, давайте посмотрим его. Давайте его разберем, посмотрим. Так. Ну, тут даже разбирать особо и нечего. Ну, вот, если будет видно, видите, такая картинка ещё, да, вот. Вино измеряют, кофе, молоко там, соки какие-то. То есть, такой себе универсальный прибор. Я так думаю, что на любой кухню он пригодится, друзья. Особенно тем, кто любит готовить. Давайте посмотрим сам прибор. Здесь у нас маркировочка КТ-300. И какой-то китайский, очевидно, фирменный знак. На самом щупе у нас идёт такой плавный переход. То есть, он сужается в этом месте. И уже дальше совсем тонкий. Я бы не сказал, друзья, что сам щуп очень длинный. Он коротенький. Даже сейчас померим его, вот, будем знать его длину. Итак, друзья, принёс я линейку. Значит, давайте измерим длину рабочего щупа. Длина рабочего щупа у нас 14,5 сантиметров. Это вот металлическая составляющая. Общая длина прибора 24,5. Значит, вставил я уже батареечку LR-44. Ну и давайте проверим. Включаем. On-off. Ну вот, сразу, видите, показывает уже даже комнатную температуру. Значит, что у нас сзади? Давайте посмотрим, что сзади у нас. Сзади у нас краткие характеристики. Сюда у нас вкручивается батареечка LR-44. И что ещё, друзья? Сам пластик. То есть, качество пластика. Ну, сносное, сносное, сносное. Я бы сказал, что даже неплохо. Сделан пластик довольно качественный. Вот, держится надёжно. Как бы, ну, нет таких вот, знаете, колебаний китайских, там, когда одна часть гуляет независимо отдельно от другой. Такого нет. То есть, всё мне нравится. Как бы, никаких, как бы, таких вот минусов я не замечаю. Ну что ж, вот такой вот полезный прибор. В общем, друзья, штука полезная. Рекомендую. Мне она очень понравилась. С помощью этой же штуки я в ближайшем будущем проведу обзор тестирования разных термосов. Вот мы, данным прибором мы замерим температуру воды спустя 8 и 12 часов. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Ну, а пока, до новых встреч. Всем пока.